Смотрите, у меня, я не знаю, там по чувствам, по эмоциям, как с чего начать. Я, в принципе, по телу там отвозила какую-то дрожь в правом предплечье, и, может быть, всё в районе солнечного сплетения. Вот, прям по эмоциям я ничего не могу сказать, какая-то пустота. И вопросы, да, можно задать, правильно ли? Нет, пока мы только чувства собираем. Попозже вопросы будут. Но тогда только вот это. Да, спасибо. Спасибо. Ещё чувства. Участники, которые молчат, вы тоже можете говорить. Марина, да. Это супер. Я, правда, не понимаю, что я чувствую. У меня какое-то вот... Я не могу сказать, что это какая-то неопределённость. Какое-то подвешенное состояние. Я не знаю даже, что я здесь чувствую. Я вообще как бы в чувствах-то своих очень хорошо разбираюсь. А тут как-то я даже... Замешательство какое-то, вот. Ну, как будто я не знаю, что сказать. Как будто информации мало. И в то же время сразу хочется лечить. Ну, потому что я гештальтист просто. Я гештальтерапевт. И мне как-то вот сразу хочется что-то, какие-то вопросы задавать. Короче, не знаю. Туалет, наверное, зависит от моего состояния. Мне небезопасно, потому что я второй раз в этой группе. Я пока не очень понимаю, что происходит. Мне интересно. И я как-то не планировала сегодня здесь быть активным участником. Как-то ещё это на меня влияет. Вот я уже забыла, как я назвала первое. Тупор какой-то. Да, вот что-то вот такое вот. Непонимание. У меня сейчас добавилось... Перебиваю или нет? Нет. Нет? А вот в этой области, короче, какая-то прям тяжесть. Что-то, короче, вот здесь вот. Как будто бы... Что-то невысказанное, может быть, я не знаю. Что-то не до. Так, нам, значит, пишут в чате сейчас чувства... Смотрите, какие чувства. Интерес и скука как-то одновременно. В области груди сжалось, дышать тяжело. У меня ничего не откликнулось вообще на данный случай. Ещё чувства есть какие-то? Интересно, скука мне тоже, кстати, откликается. То есть ты вроде как понимаешь, что с клиентом, что ты с ним хочешь сделать, но ты его не можешь прочувствовать. То есть только головой, короче, понимаешь. Такой моментик всплывает. Бузель, а вот в отношении того, что вы должны были быть первым докладчиком, а потом мы переиграли эту ситуацию, что вы чувствуете в этом месте? Ну, изначально у меня было то, что, ну, блин, я же как бы вроде только отписалась. То есть какая-то несправедливость, наверное. Несправедливость, да? А какое чувство это вызывает, вот эта несправедливость? Ну, это, наверное, какая-то что-то похожее на... Ну, обида-то слишком, наверное. Несправедливость, что вызывает такое чувство, что меня обидели, да, что-то такое. Обида, да. Наталья, а вот еще чувство грусти Светлана нам пишет. Еще чувство грусти. Наталья, это все ваши чувства. Это чувство терапевта в работе с этим клиентом. То, что группа сейчас озвучивает. Да, мне надо как-то что-то сказать по этому поводу? Нет, нет, пока нет. Пока нет, это вам для информации, что вот так вот вы себя чувствуете с этим клиентом. Теперь мы задаем вопросы, любые вопросы Натальи. Наталья, вы отвечаете. Можно я задам? У меня такой вопрос, вот когда вы анализировали клиентку, да, ее там чувства, какие-то эмоции, я в этом как бы вижу все-таки обесценивание себя. Может, там что-то на занятии, конечно, прозвучало, но я не слышала предположений по этому поводу, почему клиентка себя прям обесценивает как таковое. Ну и, конечно, да, копать куда-то в сторону детства, где-то раньше, где у нее такое было. Потому что, если это произошло, это точно где-то было, это где-то ранее принято решение себе. Даже можно и неуверенность в себе, в своих знаниях. Так, только я не поняла, а вопрос сейчас был в чем? Мне надо что-то ответить сейчас. Я не знаю, надо ли отвечать. У меня, я должна задать вопрос, я так поняла, моя задача. Почему, как бы, анализируя, да, вот клиентка, когда вы анализировали клиентку, вы не озвучили, что у вас не возник вопрос или утверждение о том, что здесь присутствует у клиентки обесценивание. Именно обесценивание. Другие формулировки я слышала, а обесценивания не было. Или неуверенности сюда же можно добавить. Да, вообще, как бы, как это называется, анализ, да, ну, в общем, после, по итогу консультации с клиенткой, у меня это слово, да, записанное обесценивание, возможно, да, я его сейчас не сказала. Вот, и в момент консультации с клиентом я задавала ей вопросы, что именно, какие именно детали консультации, что именно вас наталкивает в конце консультации на мысли о том, что сейчас было плохо, что сейчас было неэффективно. Вот, на что мне клиент отвечает, отвечала, что, в принципе, негатива от ее клиентов на консультации не было, и она не может себе объяснить это чувство, но вот оно в ней есть, и она не знает, что с ним делать. Вот именно самокритика, обесценивание, и, соответственно, они, ну, получается, как она называет, это синдром самозванца. У меня вопрос. Наталья, когда вы идете к клиенту, ну, вот перед сессией, получается, да, что вы испытываете, какие у вас чувства перед сессией? У меня чувство волнения, любопытства, интерес, и, конечно, такое желание, желание помочь, желание быть полезной. А никакого там страха, что не справитесь, там какие-то такие вещи у вас не возникают? У меня, вот пока у меня не возникают, потому что я сама с собой заключила, скажем так, соглашение, что я начинающий специалист, и, да, я ошибаться буду, и мне это можно, потому что если я поняла, что если я начну этого бояться, именно страх и ошибки, я вообще никогда ничего делать не начну. Легкое волнение такое, как бы, ну, слегка возбужденное состояние перед сессией, оно у меня есть. Но оно больше позитивное? Оно, да, оно больше в ключе, что наконец-то, наконец-то я хочу начать это делать, чем наконец-то, когда это закончится. То есть, да, больше в позитивном ключе. А когда сессия начинается? А когда сессия начинается, мне становится спокойно. Я всегда узнаю у клиента, ну, как всегда, вот на целых трех сессиях своих, как себя клиент чувствует, волнуется, не волнуется, и все, и дальше мы уже начинаем. Такой неолог. А что по вашим чувствам во время сессии? Клиент? Ваши. У вас там есть ваши чувства во время сессии? Вот я почему именно вынесла вот этот клиентский случай, потому что у меня, я прямо в какой-то момент поймала себя на том, что я не знаю, что сказать, что все, я остановилась, и у меня такая, оп, легкая паника начала подходить. А что дальше там мне делать? Вот это вот чувство было такое вот, я себе записала, чувство ступора и замешательства. У меня это чувство было где-то в середине консультации. Когда клиент в свои эмоции не идет, не чувствует, где они у него находятся в теле, а я понимаю, что надо идти туда, и не могу его туда увезти. А что при этом вы сделали? Ну, вы дали себе это почувствовать или что? Я не понимаю, что значит дала себе почувствовать. Ну, получается, вы его, ну, в моменте вы его прожили, или вы такие, типа, замерли, и идем дальше на последнем издыхании. Да, у меня был именно вот этот случай, что я замерла, тут же себе что-то в голове придумала, и мы пошли дальше. То есть это выглядело так, что вы, ну, временно, так скажем, блокнули свои чувства для того, чтобы дальше помочь клиенту. Я думаю, что тогда выглядело так, что я ненадолго запнулась. Камер? Да, такая была небольшая пауза, и все, и пошли дальше. Вы ответили на мои догадки. У меня вот один, наверное, только вопрос по поводу, вот, ну, речь идет о самокритике, обесценивании клиентам, да, там, свои работы. Ну, мне интересно, прям любопытно, а как у вас с вашим синдромом самозванца? Ну, насколько вы себя обесцениваете, критикуете, как у вас с этим? Вообще, когда-то было не очень. Я прям ходила с этой темой в терапию. Сейчас, когда я уже сама решила, что я закончила академию и веду консультации с клиентом, я понимаю, что эти моменты, эти чувства у меня могут возникать, и поэтому я дала сама себе, скажем, такое разрешение, согласие на то, что я могу ошибаться, на то, что я могу где-то, возможно, не так классно сработать, как хотелось бы, но все это придет с опытом. Час консультации, еще один час, еще один час, еще один час. Конечно, хочется быть полезной на 100%, но я понимаю, что делать так изначально не получится. Все когда-то учились. А с клиенткой можете поделиться? Ну, тем, что сейчас сказали. Она же тоже с этим же запроса. Я думаю, что да, эта клиентка, она из академии. Она знает, что я начинающий специалист, то есть тут у меня никаких тайн нет, я не обещаю ей выдать 100-500 результатов за две сессии. То есть она знает, что я только закончила академию, что мне необходимо практиковаться, и мы с ней как бы решили вместе вот позаниматься. Поэтому все-таки она больше как мой клиент. Ну, я думаю, что вы имеете в виду сказать, что ты знаешь, у меня некоторые сложности с твоим запросом, я просто не понимаю маленько, как это... Я вот тоже испытываю те же чувства, но я там разрешаю себе. Я знаю, что... Ну, вот как вы там сказали сейчас, я знаю, что с каждой сессии я креплю там все больше и больше. Ты знаешь, у меня так... Это же не вопросы, да? Сейчас у нас не вопросы. Я не понимаю, когда вы уже начали работать. Мы только вопросы задаем сейчас, Наталья, относительно... Можно задать ей вопрос? Можно, конечно, да. Мне интересно, заморозка это ее чувство, или она просто приняла чувство клиента? Она почувствовала то, что чувствует клиент, или она точно уверена, что это ее такой стопор был? Или просто клиент сделал перенос на нее, и она почувствовала вот этот стопор, что она не может идти дальше? Да, почувствовала. Я не совсем понимаю, как мне сейчас... Как мне сейчас это понять? Как у тебя твоими чувствами? Ты хорошо их распознаешь? Ну, вообще, да, я всегда понимаю, когда мне больно, обидно, страшно, злость, гнев, и у меня нет проблем, что непонятно, чего хочу, непонятно, что ощущаю. Просто вот сейчас я даже... Я сейчас знаю, что вот я чувствую. Быстро ты это понимаешь? Ну, мне кажется, что да, но я не знаю, что значит быстро это в соотношении. Может, есть те, кто еще быстрее, но в принципе, у меня с этим... Когда сама с собой, у меня каких-то ступоров особо не возникает. Если мне грустно, я знаю, что мне грустно, я чаще всего понимаю, почему. Погрустить, поклакать. Ну, вот смотрите, вы говорили, что сначала все было хорошо, то есть шло, ну, как бы легко, а потом вы поняли, что она где-то остановилась и боится дальше идти, и вы тоже остановились в стопоре. Это в вашей был стопор или в ее? Вот это я ими как бы спросила. То сначала было все хорошо, и вы остановились по ее причине или вы остановились сами, потому что не знали вот этого чувства? Я просто... Вот я сейчас вас слушаю, я прям вспоминаю консультацию, как что там, зачем шло, и вот последовательность, да, что я ее вела-вела, мы там пытались вспомнить какие-то воспоминания, потом вспомнили все, что могли, и дальше мой стопор, мой, потому что я не знаю, какой мне надо сейчас сделать следующий шаг. Что мне надо сказать и о чем мне надо спросить? Поэтому я бы тут ответила, что это все-таки было мое такое замешательство. Екатерина, можно небольшой автоп? Я не совсем сейчас, видимо, понимаю, мы сейчас работаем конкретно с Натальей, как с психологом, или мы работаем с ее случаем, где клиентке, нужна какая-то помощь, что-то, и еще вначале... А вы задайте этот вопрос Наталье, пожалуйста. Вот, то есть у нас... Вначале я подумала, что проблема в том, что, допустим, вы тоже чувствуете, что вы недодали, то есть это раз. Второй момент, то, что мы сейчас разбираем, я лично разбирала вас как психолога, и третий момент, вы спросили, что нам, что посоветовать, что сделать с клиентом. Три. То есть у нас три есть... Я сразу сейчас скажу о том, что мы работаем сейчас не с Натальей, а с ее клиентским случаем. Вот. Я просто тоже хотела сказать, что у меня сейчас такое чувство, что я как будто бы на приеме у нескольких терапевтов. Наталья, а вы поделитесь своими чувствами в конце. Ладно. Поэтому мы продолжаем задавать вопросы относительно клиентского случая. И вот у нас есть в чате, да, в чате у нас есть вопрос. Наталья, а вы деньги берете за сессию? Нет. Это была первая бесплатная сессия. А дальше как? Дальше у нас две бесплатных сессии, а в дальнейшем, если клиент хочет продолжить работу, то уже, соответственно, за оплату. За оплату, да? Ну, то есть это будет платный клиент? Да. В дальнейшем? Да. Спасибо. Так, у нас вот еще писала Тамара, да? Но вы не вопрос писали, поэтому я ваше сообщение позже озвучу, когда мы работать будем. Вопросы по клиентскому случаю? Вы знаете, я бы задала такой вопрос, я не знаю, насколько он здесь, ну, как-то не знаю, не в тему то, что будет. Я бы просто, у меня вопрос, есть ли у вашей клиентки братья-серсты родные? Это может быть к теме сбора анамнеза, но... Да, есть. Есть. Ну, если коротко, какая у них история с их самореализацией? Если клиентка вам это озвучила. Я такие, да, я вопрос такие клиенту не задавала. Какая у них история именно самореализации? Ну, да, вот кор... Да, вот она, например, да, вот психолог, да, клиент ведет консультацию. Проведя консультацию по факту выполнения своей работы, вот она к вам пришла таким запросом. Рассказала, что... Ну, синдром самозванца. Коротко, да, если взять. Отсюда у меня возникает вопрос, просто, да, есть ли родные братья и сестры, старшие и младшие. Было ли это собрано в анамнезе? Если было, то, я думаю, здесь можно было бы осветить, чтобы разобрались случаи клиентки. Что у них самореализации, кто они по профессии, что они испытывают по факту выполнения своей какой-то там трудовой деятельности, своей самореализации. А зная эту информацию, можно задавать еще следующие вопросы. Ну, это уже рекомендация, да? А мы сейчас задаем вопросы просто. Ну, это был вопрос, рекомендация ее была. И мы задаем вопрос так, как будто бы она клиент. Разбираем клиентку. Нет, мы работаем с ее клиентским случаем, но под ее запрос. То есть Наталья у нас не клиент сейчас. Клиент у нас – это тот человек, кого она принесла. Ты можешь, пожалуйста, повторить еще раз запрос? Да, я хочу сегодня от группы получить какие-то дополнительные рекомендации, техники, либо, допустим, советы по направлению, как дальше мне работать с этим клиентом. Как все-таки помочь ей выйти на вот эти вот детские, может быть, чувства, или мне сразу идти работать в фагнитивно-поведенческую терапию, не лезть в это детство, раз она так не хочет в него идти, ничего там не вспоминает. Все у нее было счастливо всю жизнь. Какие у нее есть успехи на данный момент жизни? Какие она мне озвучила? Это успех, то, что она уехала из маленького провинциального города, где она жила, в мегаполис, и там, в общем-то, материально реализовалась, купила себе недвижимость, купила машину. У нее есть ребенок, у нее есть два высших образования. А чего ей вот не хватает? Ей не хватает... У меня немного подпадает, но я думаю, что я поняла суть. Ей не хватает именно самореализации как специалиста, как коуча, как психолога. Она считает, что нет видимых результатов. Она хочет видеть результаты у своих клиентов, какие-то существенные, по ее мнению. Что для нее существенный результат? Вот этот вопрос я ей не задала. Можно дальше, да? Я не знаю, как говорить. Я бы спросила или как. Про поддержку. Как она получает поддержку? Кто в ее окружении ее поддерживает? Я так поняла, человек только начал работать психологом и коучем. Соответственно, это когда новая сфера, очень важна поддержка близкого круга. Насколько ее... Есть у нее брат и сестра, есть мама. Как ее в этом поддерживают? Как друзья? Может быть, у нее вообще круг общения поменялся? Может быть, у нее вообще сейчас нет друзей, потому что психология, так скажем, очень влияет. А новый круг еще не появился. Ну, то есть, какие-то такие вопросы. Про именно поддержку. Получает ли она ее в своем окружении? Ну, чтобы видеть результаты. Потому что результаты-то реально могут быть. Например, вот ее два высших образования. Ну, как бы это какая-то такая неважная штука. Да? Ну, то, что не присвоено ей. И вот очень важно, насколько она получает поддержку, то, чтобы это присваивать. Ну, и потом, ну, выйти интересно, а как она себя вообще поддерживает в этом? Ну, видит ли она вообще свои успехи на сегодняшний момент? Работает ли у нее вообще эта функция присвоения своих успехов? Наталья, еще у меня вопрос назрел. У клиентки, у этой, это единственный, во-первых, единственный ли это у нее клиент? Первый или уже не первый? И если были другие, то как там она отреагировала на проведенные? У нее клиентов было несколько. Сейчас у нее клиент один на платной основе, постоянный. То есть она уже занимается с ним, получается, больше, по-моему, двух месяцев, как она сказала. И были клиенты тоже, все клиенты у нее были платные. И кто-то был на одной-двух сессиях. Потом они отказывались записываться, ссылаясь либо на занятость, либо на отсутствие денег. Как она себя ощущала после проведения других консультаций? Вот она какую-то аналогию между ними? Да, она всегда, всегда после каждой консультации она чувствует, что она, скажем так, неправомерно взяла эти деньги у клиентов, что она не дала им ту пользу, за которую они заплатили, что результат она должна была выдать лучше, больше, качественнее, больше дать пользы, что она как бы недостаточно профессионал. И она говорит, что в принципе головой-то я понимаю, что мы сделали все, что могли по большому счету. Говорит, но вот это вот чувство во мне, что я недостаточно окей, вот именно как коуч, как психолог, оно меня не покидает. Я говорю, я это все вот обесцениваю. Даже когда мне пишут положительные отзывы, спасибо, спасибо, я понял то-то, то-то, я думаю, что к ней на консультации как мужчины, так и женщины ходят. Она говорит, даже когда я читаю эти отзывы, я как бы не особо ими вдохновляюсь. Я думаю, ну вот тут повезло. То есть такое идет, какое-то тотальное обесценивание всего. То есть я верно поняла, абсолютно каждую консультацию она себя обесценивает? Нет хотя бы одной-двух? Я молодец, я делаю. Я вот этот вот вопрос задам, что хотя бы, может быть, одна или две была, где ты прям после консультации чувствовала себя классно. Потому что пока у нас в диалоге было слово «всегда», после всех «всегда», после всех консультаций. Ну, я думаю, что стоит это покопать, может быть, действительно, одна-то две была, и чтобы было хорошо. Всегда это очень-очень такое абстрактное и размытое, конкретное. Если здесь она себя, ну, вот, обесценивает, то, а где другие какие-то случаи, где она, например, были консультации, где у вас, да, вы провели, были абсолютно с собой доволены, ну, или не абсолютно, а довольны результатом. И тут же вопрос, если она получает после консультации, там, даже неважно, платный или бесплатный, положительный отзыв, и тут же говорит, нет, я не додала, у меня к ней вопрос. А кто ей говорил, что она где-то еще в своей жизни кому-то не додала, хотя сделала и получила, ну, утрированно, скажу, получила пять, получила отзыв, да, отличный, да, этот отзыв как пятерка. Кто еще раньше ей говорил, что, не знаю, как ее там пускают, не знаю, Катя зовут, Катя, ты все равно сделала плохо. Кто еще говорил, что она не доделала, хотя получила пять. Ну, я бы... В ее жизни. Вот, у меня вот тут вот затыка возник, что я задавала вопросы, вот не такими вот словами, как вы сказали, а, ну, в схожей тематике, что когда ты еще чувствовала себя, что ты недостаточно хороша, что ты недостаточно профессиональна, что ты что-то не доделала, а могла бы и лучше. Вспомни, пиши мне эту ситуацию, сколько тебе было лет, что там происходило, и она уходит вот в такое отрицание, что нет, такого не было. Я начала, мама, папа, полная семья, сестры, братья, расскажи вообще, как там жили, где-то училась, как занималась, какие там сложности были, чтобы хотя бы понять, где это могло быть. Нет, папа любил меня, мама любила, счастливая семья, все классно, только я вот всю жизнь там, не всю жизнь, а вот я именно сейчас... Ну, это понятно. А для этого какая профессия была, или сколько ей лет? Ей 33 года, у нас была одна сессия. У нее до этого какая профессия была? Она же не только сессиями? Да, у нее профессия была связана с финансами, с экономистом, экономист-бухгалтером, вот что-то такое. Профессии? Да. А там результаты ее устраивали? Ну, как она сказала, что да. То есть ее не устраивает только именно сейчас? Да, именно вот то, что сейчас. Я потому что пробовала пойти вот именно в то направление, где она была наемным работником, что, может быть, там был какой-то обесценивающий начальник много лет. Нет, тоже все было классно. В начале она сразу почувствовала, что она вот такая классная? Или это со временем пришло? А, что она специалист? Вот это я спрошу. Я хотела спросить, а вы спрашивали ее, как она пришла вообще к идее, к мысли, что нужно поменять профессию и стать психологом? Она сама это выбрала? Как она пришла к этому? Я не сказала. У нее так было все хорошо, и вот она пришла в психологию. Я не спросила, как она пришла к психологию. Так, у нас есть вопросы из чата, сейчас я задам. Рекомендации я не буду читать. Значит, может быть такое, что этот случай придуман? Светлана спрашивает. Я не знаю, кем придумана. Наталья придумана или клиенткой, да, непонятно. Значит, следующие вопросы, Наталья. Кто у клиента главная фигура привязанности? Кто, может быть, требовал много от нее? Судя из нашей консультации, у нее сейчас, как она говорит, самый, ну, такой не главный.